приветствую всех с вами олег саламаха и в этом видео мы с вами посмотрим как закончились партии второго тура супер турнира кубок сингфилда который проходит соединенных штатах америки в сент-луисе принимает участие 10 сильнейших шахматистов планеты которых вы сейчас видите на ваших экранах единственное что вы не видите линьера домингеса он там за мной спрятался а так вот такой интересный у нас получился состав игроки играют по классической системе то есть по классический контроль в девять туров то есть по круговой системе внимание на экран прежде чем смотреть партии надо узнать о формате турнира и так у нас участвует 10 игроков круговая система то есть шахматисты сыграют между собой в девять туров каждый с каждым контроль времени 90 минут на первые 40 ходов и затем еще 30 минут до конца игры также 30 секундное добавление идет начиная с первого хода запрещено соглашаться на ничью вообще не до каких-то ходов а просто конкретно запрещено предлагать ничью и соглашаться на нее одно очко за победу пол очка за ничью и ноль очков за поражение то есть настоящий классический турнир нас с вами ждет также ознакомьтесь с расписанием турнира турнир у нас закончится 11 сентября и будет всего лишь один выходной день 7 сентября все остальные туры какие даты будут сыграны вы сейчас видите на ваших экранах во втором туре играет ханс мог ниман против шахриера мамидьярова фабиана круана против линьера домингеса ян непомнящий против али рыза и феруджи ливона ронян против магнуса карлсона и максим ваш его граф против уэсли со белыми играл максим ваш его граф черными играл уэсли со в этой партии у нас была разыграна испанская партия вариант рио-де-жанейро берлинский эндшпиль который конечно очень хорошо разыгрывает максим ваш его граф он является главным специалистом по этому варианту в мире но в этой партии ничего абсолютно интересного не было соперники сразу же начали упрощать позицию произошли массовые размены черные избавились от слабой сдвоенной пешки и в результате партия очень быстро перешла в окончание ладья и слон против ладьи и слона ну и за счет активности здесь черные спасаются у них не хватает пешки но все пешки на одном фланге в результате партия превращается владельное окончание которые как известно не выигрываются но забегая вперед скажу что этот афоризма не будет применим ко всем партиям а о чем пойдет речь вы вскоре узнаете и увидите ну а в этой партии была зафиксирована ничья ничего интересного тут не было поэтому идем дальше белыми играл фабиана круана черными играл линьер домингес в этой партии белые фигуры принадлежали фабиана круане была разыграна русская партия или как сейчас принято говорить защита петрова как мне некоторые писали что русская партия это все сейчас так говорить нельзя потому что все русское отменили в том числе и в спорте правильное название это защита петрова ну хотя она больше ста лет была русской партии всегда в обиходе и поэтому я ее и буду продолжать называть русской партии а вы давайте как хотите конечно если так уж прям совсем докапываться до терминов то все что происходит со стороны белых то есть выбор белых это будет называться либо дебют либо партия если же черные выбирают то это и получается как раз таки либо система либо защита поэтому если уж совсем прям так быть дотошным и докапываться до терминов то ход кони в 6 его выбирают черные поэтому правильно будет конечно защита но вот русская партия это такое сложившиеся у народа название все привыкли так называть ну я имею ввиду именно среди русскоязычных шахматистов а на то что вроде бы русская партия или защита петрова славится своими ничейными тенденциями то в этой партии у нас были очень яркие события кони в 6 слон d3 ладья е8 h3 c5 g4 ферзь а5 а3 после d5 черные спокойно развиваются захватывают центр белые играют c4 после ферзь а4 c3 dc солнце 2 ферзь а6 сейчас мы видим что белые пожертвовали пешку и играют g5 конь h5 конь е5 слон е6 f4 белые очень серьезно накатывают пешки у них инициатива конь g3 ладья е1 конь f5 поэтому черные тормозят наступление белых но здесь фабиана крана находит великолепный шанс провести красивую комбинацию он забирает на поле c5 играя слон бьет c5 жертвуя фигуру зачем же пожертвовал фигуру фабиана крана спросите вы а я вам отвечу что после слон бьет c5 слон бьет f5 слон бьет f5 ферзь d5 вот она идея комбинации висит слон и висит пешка на поле f7 после чего зависает еще и слон на поле f5 спасение у черных здесь очень сложная слон f2 пока линьер домингес находит правильный путь он уводит слона из подбоя ферзя и нападает на ладью ферзь бьет f7 шах король h8 и теперь ферзь бьет f5 играет фабиана крана после слон бьет е1 ладья бьет е1 получается интереснейшая позиция где у белых не хватает качество но у них очень серьезная инициатива как мы видим пешки белых далеко продвинуты на королевском фланге королю черных грозит опасность и вот здесь черные защищались единственными ходами но линьер домингес не нашел путь к спасению сейчас я вам буду показывать очень красивые варианты найденные мной в анализе скажу что здесь ход ладья f8 который сделал линьер домингес должен был стреском проиграть партию если бы фабиана крана играл точно но оба соперника конечно же таких вот сложнейших разбалансированных позициях ошибаются это компьютер считает варианты со скоростью света ему страх неведом он все очень точно сразу же определяет ну и оценка позиции после хода ладья f8 со стороны железного монстра здесь плюс 10 в пользу белых то есть как вы понимаете плюс 10 это абсолютно выиграно а к ничей приводил ход ладья а d8 дальше белый накатывают пешки играют h4 черный играет g6 отбрасывая фигура белых после ферзь е4 король g8 теперь белые играют h5 в любом случае вскрывая королевский фланг жаж ладья h1 ладья е7 ладья бьет h5 и после ферзь е6 вот здесь у белых есть уже только единственный путь к ничьей который заключается в активности а именно они играют g6 просто взламывая все редуты оборонительные черных и после hg ладья h6 угрожает не только ладья бьет g6 но и ферзь h1 с заездом в лагерь черных и тут у черных снова единственный путь к спасению это ход ферзь d5 с идеей разменять ферзей и самим поставить мат на поле d1 конечно страшно вставать под шах но ничего страшного нет поскольку черные закроются ладьей от шаха на поле g7 если же например черные сразу защищаются ходом ладья g7 то здесь они с треском проигрывают партию после ферзь h1 грозит мат в один ход надо бежать король f8 а куда бежать ладья h8 и здесь два пути либо король е7 либо ладья g8 но оба хода проигрывают если ладья g8 то ферзь h6 шах и на король е8 f5 сразу же заканчивает партию за счет перегрузок страшных здесь черные проигрывают поскольку как ходить если например ферзь уходит на поле d5 то мы пробиваем пешку на поле g6 с шахом так как ладья на поле g8 связано если ферзь забирает коня то мы забираем ладью опять же пользуясь тем что ферзь защищал ладью и он также перегружен и вот здесь после хода f5 черным не остается ничего иного как сразу же сдаться после хода ладья h8 если бежим королем король е7 то тут не менее красиво партия заканчивается ферзь бьет b7 шах король f6 ну и теперь висит ферзь на поле b7 и атаковано ладья на поле h8 ладьёй с поля d8 кажется что белые проигрывают так как черные обманули их но не тут то было развязка фантастически красивая ферзь уходит на поле g2 и выясняется что висит ладья и нельзя забирать ладью на поле h8 поскольку будет мат на поле g5 смотрите какая красотища у белых не хватает качество и ладьи но мат как известно старше а так если ладью не забирать черным то у них у самих висит ладья и проблемы после хода ферзь и 2 колоссальный так как все равно угрожает ферзь и 5 мат поэтому здесь уже спасения не было таким образом констатируем факт что после хода ладья бьет е1 только ход значит ладья d8 давал шансы на спасение ну и дальше как я значит повторил вот этот вариант h4 g6 ферзь е4 король g8 h5 g h ладья h1 ладья е7 ладья бьет h5 ферзь е6 и после g6 hg ладья 6 единственный путь к ничьей заключается в ходе ферзь d5 после ладья бьет g6 шах ладья g7 атака заходит в тупик висит мат белым самим и висит размен ферзей после ладья бьет g7 король бьет g7 белые спасаются вечным шахом после ферзи 6 шах нельзя играть король h8 и законе в 7 и черные проигрывают так как вынуждены отдать ферзя но король f8 и получается ничья вечным шахом так как король никуда не может убежать нельзя идти на поле d6 из-за хода кони в 7 шах и здесь белые играют на победу уже с чистой совестью так как у них будет лишняя пешка ферзи в окончании так как они отыграют просто ладью ну а здесь после хода король е6 ферзи 6 партия заканчивается в ничью вечным шахом вот так вот должна была при правильной игре закончится эта партия но линьер домингес ошибается следующим же ходом грубо после ладья бьет е1 он играет ладья ф8 теперь и фабиана кроана ошибается играя ферзь е4 победе приводил ход ферзь д7 с угрозой кони в 7 шах и ладья е8 ключевой вариант следующий ладья бьет е4 кони в 7 шах ну теперь черные вынуждены отдавать качество назад нельзя играть король g8 из-за мата в два хода вот такого поэтому после кони в 7 надо забирать на и в 7 тогда ферзь бьет и в 7 и проблема черных в том что грозит ладья е8 с матом и защиты нет так как грозит еще и ладья е7 также с матом на поле же 7 за счет дичайших перегрузок здесь черные проигрывают например ферзи 6 какой-то единственный ход находится с целью попытаться напасть на пешку на поле же 5 если белые возьмут на поле b7 ну и прикрыть поле е8 дополнительно и теперь после ферзь бьет g6 hg белые просто выигрывают владейном окончании за заползая ладьей в обжорный ряд ладья е7 ладья b8 и просто ладья c7 любом случае пешка у черных теряется король у черных отрезан белый спокойно подводит короля к центру черные здесь вынуждены просто стоять ничего сделать они не могут здесь их ждет медленная и мучительная погибель и так вернемся очень красивая на самом деле партия после хода владяев 8 линьер домингес ошибается но также ошибается и фабиана кран играя ферзь е4 теперь после ладья d8 также ошибается и линьер домингес еще одна грубая ошибка снова черные спасались после точного хода ферзь е6 самое главное не дать белым сыграть f5 то есть черный контролирует поле f5 после хода g6 ферзь f5 напали на f4 с шахом и напали снова на размен ферзей снова здесь белые могут отыграть качество путем кони в 7 это перекрытие висит ферзь поэтому забирать нужно ну и здесь позиция получается примерно равной тяжелое фигурное окончание пешек поровну при правильной игре партия должна закончиться в ничью но водя d8 сыграл линьер домингес f5 и снова позиция черных безнадежно b5 конь c6 ладья c8 конь е7 ладья е8 и здесь в этой позиции фабиана круана снова не находит прямое выигрывающее продолжение он играет ферзь h4 какой-то идеей конь g6 и защитой своей ладьи на поле е1 но это очень серьезная ошибка победе приводил ход f6 надо сказать что не слишком то и сложный на взятие g6 с угрозой g7 и конь f5 так например ход ферзь d6 проигрывает из-за хода g7 и конь f5 вилка ключевой вариант следующий ферзь b6 тогда g7 шах так или иначе король бьет g7 конь f5 шах и теперь после хода король f7 как вы понимаете если бы ферзь стоял на поле d6 то сейчас белый бы просто его забрали с шахом ну а тут партия тоже заканчивается красиво так как белый все равно подставляют коня под бой объявляя вилку и выясняется что коня этого троянского забирать нельзя так как случае его взятия будет мат ферзем на поле h7 белый здесь без ладьи но также объявляют мат очень красиво и так после ладья е8 ферзь h4 играет фабиана кроана ферзь d6 теперь черные консолидируют позицию связывают коня ладья е4 ну здесь уже белые полностью утратили контроль правда выясняется что и красивый ход конь g6 шах также приводил к ничей так как здесь уже черные спасались после король g8 конь бьет f8 ладья бьет е1 ферзь бьет е1 черных выручает шах на поле f4 теперь если король уходит на c2 или на b1 то черные съедают пешку на поле f5 шахом и уничтожают затем королем коня и получается ничейное ферзевое окончание поэтому белые вынуждены играть ферзь d2 чтобы хотя бы в пешечном окончании у них была лишняя пешка теперь черные не могут забирать пешку на f5 так как белые останутся с лишней фигурой поэтому надо продолжать давать шахи ферзь f1 снова нельзя уходить на c2 из-за взятия пешки на поле f5 значит с шахом вот таким вот поэтому надо закрываться снова ферзем ну и ферзь f4 и партия заканчивается миром и так после ферзь d6 ладья е4 играет фабиана круана перекрывая поле f4 для ферзя но здесь уже спокойно играют ладья d8 черные грозит мат на поле d1 конь g6 шах король g8 ладья d4 и тут находит линиер домининг с великолепный шанс спастись он просто жертвует ферзя забирая коня и после ладья d6 ладья d6 fg ладья бьет g6 получается окончание ферзь против двух ладий при правильной игре это ничья и дальше соперники уже без особых приключений эту самую ничью и делают белый забирают пешку на поле b5 ну а черные объявляют вечный шах своими двумя ладьями вот такие вот приключения были в этой партии но в итоге фабиана курана раз за разом выпускал огромные шансы на победу то есть по позиция его была выиграна как я уже показывал в анализе но линьер домингес несмотря на свои грубые ошибки в итоге все-таки сумел использовать ошибки также и неточности фабиана круаны и партия неожиданно для многих зрителей которые смотрели с увлечением за этим боевиком партия завершилась в ничью вот такие ничьи действительно друзья смотреть интересно в отличие от того что мы с вами смотрели в первом поединке идем дальше белыми играл ливон аронян черными играл магнус карлсон белые фигуры принадлежали американскому гроссмейстеру была разыграна новоиндийская защита вариант боголюбова магнус защищался черными ну и опять же здесь ничего интересного не было поскольку ливон аронян никоим образом не использовал преимущество белого цвета очень быстро партия начала упрощаться получается окончание слоновое просто практически с дебюта соперники разменяли все фигуры ну и сожалению ничего интересного здесь не было поэтому партия завершилась в ничью на тридцать шестом ходу идем дальше белыми играл ханс мог ним он черными играл шахриярма медьяров было разыграно английское начало после конь бьет е5 ну таким тактическим путем значит белые отыгрывают фигуру после вилки на поле d4 и получается хорошо известная позиция белый смело рокирует надо сказать в длинную сторону несмотря на то что их ферзевый фланг полностью оказался изуродован ферзь е7 король б2 очень смело играет ханс мог ним он здесь можно прям ему лайк поставить за такую игру король значит б2 водя б8 черные хотят вскрыть игру ферзь е3 б6 понятно что б5 пока играть плохо из-за хода ферзь бьет а7 и будет висеть слон и ладья б6 слон д3 ферзь е6 ферзь g3 ладья е8 ладья е1 и б5 играет шахриярма медьяров после c5 белый пытаются держать характер позиции закрытым б4 c4 но шахрияр упорствует играя б3 жертвует пешку после хода а б и забирает качество на поле е1 слон бьет е1 ладья бьет е1 мы видим что белые остались без качества у черных здесь были хорошие шансы на самом деле на победу но здесь шахриярма медьяров чересчур прям линейно попер на ханса мог ним она считая его настоящим аутсайдером думает что я обыграю его как хочу опять а4 и начинаю громить но не тут то было у белых здесь есть огромный ресурс защите надо было здесь шахрияру конечно закончить развитие сыграть d6 забирать на поле d6 нельзя висит ладья после cd cd позиции черных была бы конечно же лучше у них лишнее качество и хорошие шансы на победу после ладья бьет е1 а5 играет шахриярма медьяров теперь слон d2 играет ханс мог ниман нападая на пешку на а4 он естественно сыграет b4 слона 6 ферзь аж 4 теперь белые начинают приставать к королю g6 ферзь d4 белые укрепились ладья b7 и съели пешку на поле а5 как ни странно но у белых уже позиция просто с большим перевесом поскольку за пожертвованное качество у них два слона и две пешки ладья b8 b4 ну и тут шахриярма медьяров уже понял что надо как-то спасаться ладья бьет b4 играет жертвует качество после слона b4 ладья b4 король c3 ладья b8 здесь мы видим что черные остались просто без пешки но белых король гуляет слон е4 ферзь е8 слон d5 слон b7 ладья b1 и в этой позиции шахриярма медьяров уже слишком переоценивает свою позицию допуская проигрывающий ход слон a8 этот ход проигрывает партию слон бьет d5 ладья бьет b8 ферзь бьет b8 cd и точный ход ферзь b5 приводил к ничьей поскольку черные здесь либо объявляли вечный шах после ферзь a5 либо же вторгались в лагерь белых угрожает например ферзь f1 со съедением пешек королевского фланга и так ладья b1 слон a8 чересчур пассивно теперь после ладья бьет b8 ферзь бьет b8 слон бьет a8 ферзь бьет a8 ферзь бьет d7 неожиданно белые получают вдрызг выигранное ферзевое окончание и вот так вот аутсайдер становится на самом деле фаворитом в этой в этом поединке то есть что делать пешка поле c7 висит шахриер попытался объявить вечный шах но ничего не получается он съедает пешку на поле е5 но король идет на поле b5 и особенность ферзевых окончаний в том что чем ближе пешка к полю превращения тем она сильнее ну как бы это банально не звучало в ферзевом окончании не важно даже количество пешек а важно именно их продвинутость h5 король c6 ферзь бьет h2 ферзь d8 шах король h7 ферзь f6 белые нападают на пешку на поле f7 ферзь бьет g2 шах король бьет c7 после ферзь е4 ферзь бьет f7 шах король h6 ферзь d5 белые полностью доминируют ну и дальше без особых комментариев шахриер попытался еще что-то сделать но ничегошеньки сделать не смог пешки наш пешка у белых бежит быстрее ферзи связка король b7 ферзь f3 шах ферзь d5 и после ферзь b3 шах сделав этот шах шахриер мамедьяров просто сдался ну либо у него флаг упал что конечно вряд ли поскольку все-таки 30 секундное добавление скорее всего он понял что позиция абсолютно безнадежно так как белые здесь легко побеждают например там играют король c6 ну и шахи очень быстро заканчиваются там ферзь a4 король например d6 дальше король все равно убегает а пешка у белых так или иначе превращается ферзи а пешка черных пока никуда не идет и вот так вот неожиданно в этой партии хан смог ним он смог одержать победу надо гораздо более высокорейтинговым шахматистом шахрияром мамедьяровым но здесь просто шахрияр как обычно заигрался бывает у него такое он переоценивать свою позицию и в итоге проигрывает что в этой партии и произошло и мы с вами стали этому свидетелями идем дальше белыми играл ян непомнящий черными играл алиры за феруджа в этой партии белые фигуры принадлежали я ну не помнящему который сейчас выступает под нейтральным флагом несмотря на то что здесь флаг россии в чесбейс это просто чесбейс еще не обновился я не помнящий как мы с вами прекрасно знаем он у нас подписал как раз таки письмо от всех шахматистов то что он осуждает значит военные действия которые сейчас происходят ну не он один есть естественно осуждает а многие других шахматистов подписали коллективное письмо и за счет этого значит запад разрешил ему участвовать в своих турнирах но при этом запретил использовать флаг россии поэтому сейчас я не помнящий играет под нейтральным флагом после слон бьет е4 разыграна каталонское начало слон d6 вадя b1 f5 слон g2 рокировка слон е3 и вот в этой позиции ферруджи уже допускает неточность играя ферзь а5 и позволяя белом просто двинуть пешку вперед ферзь c4 приводила к абсолютно равной позиции и так ферзь а5 c4 f4 слон d4 слон е5 ферзь b2 слон d4 ферзь d4 тут ферруджи допускает еще одну неточность играя е5 ферзь бьет а2 опять же приводил к абсолютно равной позиции взаимные вот такие перебои ну и вскоре можно соглашаться на ничью е5 оба соперника играют на победу ферзь d5 шах происходит размен ферзей король h8 слон b7 ладя b8 солнце 8 ладя c8 ладейное окончание казалось бы ладейное окончание не выигрываются но сейчас друзья мы с вами увидим что у в образовании именно шахматном образовании а конкретно владейных эндшпилях здесь позиция получается равной но после хода ладя d5 здесь ферруджи во-первых играет ладя b4 что ему мешало сначала поменяться на поле g3 уменьшив поголовье белых фигур и только затем сыграть ладя b4 одному ему известно здесь за счет активности черные легко спасали партию поскольку все их фигуры принимают участие в игре и за счет активности здесь черные вне опасности но водя b4 сыграл ферруджи теперь я не помнишь и забирает пешку на поле е5 после fg hg ладя бьет c4 нападает на пешку на поле a6 и тут ферруджи допускает еще одну ошибку играя ладя c6 но здесь ладя стоит как вы понимаете через чур пассивно черные должны были участвовать в активной контр игре вспоминаем учебники смыслова дворецкого владельных окончаниях слабейшая страна должна стремиться к очень активной контр игре не важно даже что не хватает пешки там 1 2 самое главное чтобы была контр игра его здесь черные ходом ладя c2 во-первых освобождали дорогу для продвижения своей пешки c и спасали партию после короля f1 c5 водя бьет a6 король f7 черные подтягивают короля за счет того что у них есть своя проходная пешка здесь черные должны были при правильной игре спасти эту партию но ферруджи играет чересчур пассивно водятся 6 позволяя белым сделать все что они хотят я не помню щей играет король g2 после короля в семь спокойно накатывает пешки по центру ферруджи просто стоит туда-сюда ходит своими фигурами ничегошеньки не делает думая что пассивная оборона его спасет а вот ничего подобного после король е7 водя a4 выясняется что позиция белых уже просто вдрызг выиграна так как здесь белые надвигают пешки еще дальше и пробегают своим королем после хода король е6 тут уже не вооруженным взглядом видно что черные явно сделали что-то не то у белых не хватает уже даже пешки но опять же повторюсь что в эндшпиле самая главная активность фигур и вот здесь у белых сумасшедшая активность и уже ничего не смог сделать после перегруппировки фигур я непомнящий двигает вперед свою пешку съедает пешку на поле g7 после король d7 король f7 угрожает е6 угрожает отбросить короля ходом водя d3 и тут ферруджи признал свое поражение ну в окончании как мы видим силы оказались абсолютно неравны то есть ферруджи должен был спасти без проблем этот ладейник но он почему-то начал играть чересчур пассивно и вот пассивность этого француза и подвела я не помнящий одержал победу друзья мы с вами посмотрели все поединки сейчас на экране вы видите сводную таблицу кто как сыграл во втором туре супер турнира кубка сингфилда и турнирное положение участников после двух туров смотрите ознакомливайтесь на у меня на сегодня все друзья если видео вам понравилось то ставьте лайки подписывайтесь на канал нажав на красную кнопку подписаться внизу этого ролика сделайте ее серенькой или же дождитесь конечной заставки и щелкните на изображение фигурного коня который появится прямо посередине этого видео также для вашего удобства если вы щелкните по левой конечной заставки вы увидите обзор предыдущего тура или же алгоритмы ютуба подберут специально для вас какое-нибудь интересное видео на моем канале справа же будет обзор следующего тура или также алгоритм ютуба подберет для вас что-то интересное и полезное все сделано для вашего удобства таким образом чтобы вы не пропустили ничего и посмотрели весь турнир кубок сингфилда целиком для вас работал олег саламаха пишите комментарии ставьте оценки лайки подписывайтесь на канал делитесь этим видео то есть и постите очень проявляете активность благодарю вас за внимание увидимся с вами на обзоре следующего тура или же следующего супер турнира слева